Люберцы присоединились к всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Символ воинской славы волонтеры Победы раздавали прохожим. О том, как самоизоляция повлияла на работу добровольцев, мы расскажем в следующем сюжете. Поздравляем вас с вами, отвергивая вам здоровье, чтобы вас всегда все было хорошо. Спасибо. Отложив все студенческие дела в сторону, Мария Степаненко выполняет свой новый добровольческий долг. Студентка Гагаринского техникума прошла специальное обучение и теперь гордо носит звание волонтер Победы. В прошлом году ей посчастливилось поздравить ветеранов лично. В 2020-м Мария раздает георгиевские ленты. Я сочла нужным и своим долгом прийти и раздать людям георгиевские ленточки, потому что я считаю, что это огромный символ памяти, уважения. Мои прадеды воевали, и я не смогла не прийти. Всего в техникуме имени Гагарина уже более 40 сертифицированных волонтеров. Самые активные из них поучаствовали в раздаче георгиевских ленточек. Символ воинской славы люберчане принимали со слезами на глазах. Патриотическая акция уже давно стала неотъемлемой частью празднования Дня Победы. Несмотря на особые условия, 2020 год не стал исключением. Ситуация внесла коррективы лишь в работу волонтеров. Делаем это в усеченном режиме, передаем наши ленточки в общественные организации, в ветеранские организации, чтобы люди помнили, знали об этом празднике. Вообще, конечно, на волонтеров сейчас ложится такая непростая задача. Это все, во-первых, и сорганизовать надо. Маски, перчатки, все это, конечно, мы стараемся, чтобы были они обеспечены. Я думаю, что наши люберевские волонтеры достойно справляются. Георгиевская лента – это не только символ воинской доблести, но и самый доступный способ сказать спасибо за победу. В знак того, что подвиг советских солдат навсегда в наших сердцах. Достаточно прикрепить ее на левой стороне груди, рядом с сердцем. Анна Троян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ.